Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность. Она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время. Я верю, что эта программа также запланирована Богом специально для вас. Вы удивитесь, насколько Слово Божие полезно для повседневной жизни. Многие люди говорят мне, «Я смотрел вашу программу сегодня, и вы говорили прямо ко мне, так, будто бы вы знали, что у меня происходит». Все это потому, что Слово Божие имеет много смысла. Оно всестороннее. Оно как помазанный, здравый смысл. Никуда не уходите. Оставайтесь с нами до конца программы. И я верю, что вы по-новому узнаете Иисуса. Спасибо, что смотрите нас. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию и послушаем Слово Божие. Каждый христианин задумывается над тем, как сохранить свои отношения с Богом живыми, яркими, свежими. Я христианин уже более 35 лет, и я знаю, что сохранять отношения с Иисусом живыми, яркими и свежими – это настоящий вызов. Чем дольше вы христианин, тем сложнее вам делать так, чтобы не быть похожим на белку в колесе. Я хочу, чтобы мы с вами вошли в Новый год с целью поддерживать отношения с Богом свежими. Это очень важно, потому что я хочу знать, если Бог перестанет ко мне говорить, как скоро я это замечу. Например, сейчас я понял, что у меня два микрофона, поэтому я отложу один в сторону и начну пользоваться только одним. Как бывает в нашей жизни, мы бегаем, бегаем и ничего не видим перед своим носом. Посмотрите, у меня один здесь, один здесь, поэтому откладываю один. Хорошо, что вы не живете в моей голове. Там страшно. Я разговариваю с вами и слышу в голове «Положи микрофон, дурачок!». Итак, поддерживать свежесть в отношениях – это вызов. Если Бог перестанет ко мне говорить, то как скоро я это замечу. Когда вы рождаетесь свыше, кажется, Бог отвечает на все ваши молитвы. Но когда вы спасены уже какое-то время, то есть опасность. Мы с Шерон женаты уже 32 года, и мы сильно любим друг друга, но мы не всегда чувствуем то же, что и в день нашей свадьбы. Иногда чувство даже сильнее, но не всегда. Поэтому дело не только в чувствах, но и в решении поддерживать свежесть в отношениях с Иисусом. А в нашей церкви свежесть – это не только ванильно-апельсиновый освежитель воздуха. Свежесть церкви определяется не только музыкой, хотя я ее очень люблю. И она не определяется проповедями. Бог знает, как я люблю проповедовать. Ну, то есть не проповедников, а проповеди. Все это очень важно для роста церкви, но живой эту церковь делает не здание, не освещение, а наши с вами свежие отношения с Иисусом. И когда эта свежесть есть, то все остальное будет в порядке. Новый человек приходит в церковь, и Бог отвечает на все его молитвы, но, к сожалению, люди, которые давно в церкви, теряют это чувство. Они сидят и скучают во время проповеди, не участвуют в прославлении, и так они теряют восторг от того, что Христос есть во всем, что они делают. Поэтому поддерживать свежесть в отношениях со Христом – это настоящий вызов. Черствость – это ужасно. Хочу показать вам несколько несвежих продуктов, чтобы вы поняли ту мысль, которую я пытаюсь вам передать. Вы знаете, это, конечно же, не очень благопристойно и выглядит не очень хорошо, но тем не менее. Я хочу сказать, что нам нужно оставаться свежими. Все те продукты, когда были свежими, должны были кормить и насыщать, но что-то с ними произошло. Итак, поехали. Выводим все это на экран. Это хлеб, который мы нашли в нашем доме. Нет, это шутка, конечно. Это рыба. Ой, как воняет протухшая рыба. Ненавижу этот запах. Далее, это кусок мяса. Не советую его есть, иначе вам будет очень плохо. Свернувшееся молоко. Нет ничего хуже такого молока. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Когда продукты утратили свою свежесть, то стали токсичными и даже ядовитыми. То, что должно было вас насыщать, может в итоге вас убить. Подумайте об этом в свете христианской жизни. Иисус сказал, если мы утратим нашу соленость, то будем ни на что не пригодны. Кстати, соль становится коррозионным веществом, когда теряет свою соленость. Я хочу показать вам, что в Ветхом Завете Бог тоже говорил об этом. Давайте поговорим о манне. То, что было задумано для насыщения и для пользы, может стать токсичным. Христианин, который теряет свою свежесть с Богом, так же токсичен, как несвежий кусок мяса, который вы видели, потому что он приносит больше вреда, чем пользы. Люди, которые полны негатива, критики, политики, теряют свое изумление, тогда как новообращенные христиане получают ответы на все молитвы и видят Бога во всем. Сейчас мы прочтем несколько стихов из 16 главы книги «Исход», но в начале предыстория. Израилетяне вышли из Египта, где они были рабами. Они просили Бога вывести их оттуда. Бог услышал их молитвы, послал к ним освободителя, а именно Моисея, который с помощью чудес вывел их из Египта. Так что же было там, в 16 главе исхода? «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. Они роптали на тех людей, которые вывели их из Египта, и которые с Божьей помощью совершали чудеса». Тут так и написано. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». Разве сегодня люди не такие же? Вы приходите в Дом Божий, получаете свободу, с вами происходит что-то хорошее, но вдруг кто-то садится на ваше место, и вы начинаете роптать на лидеров. Говорю вам, с тех пор ничего не изменилось. «И сказали им сыны Израилевых, ой, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Вы только подумайте. Они говорят, лучше бы мы остались в Египте, лучше бы мы остались в рабстве, лучше бы мы остались в том месте, из которого просили Бога освободить нас. Если вы не смотрите в будущее, то вернетесь к прошлому. Да, это действительно так. И вот Моисей и Аарон Божьей рукой ведут их в землю обетованную, а они заявляют, что хотят вернуться. Ужасно. Человеческая природа, естественно, тянет нас вниз. Аминь. Читаем дальше. «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». «И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» «И сказал Моисей, «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». Моисей исправляет народ. «Перестаньте жаловаться на нас. Мы делаем только то, чего Бог желает для вас». Вы думаете, что жаловаться на нас – это нормально, но на самом деле вы жалуетесь не на нас, а на Господа. Это исправление в любви. Что же сказано далее? «И сказал Моисей Аарону, «Скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь – Бог ваш». Наверняка вы благодарны Богу, что Он терпелив к нам и не обращает внимания на наши слабости. Скажите, это действительно так? Вы благодарны Ему за все это? Ну, тогда давайте прославим Бога за это. Бог благ. Затем Библия говорит, и Моисей сказал им, «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь. «Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть, по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирается. И сделали так сыны Израилева, и собрали кто много, кто мало, и мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». А теперь внимание. Никто не оставляет сего до утра. Но не послушали они Моисея. Вот так Божий народ. Бог вас обеспечивает, и вы жалуетесь, что хотите обратно, а Бог говорит, «Я дам вам хлеб и буду о вас заботиться, но не оставляйте его на ночь». Это было указание от Бога. Птицы начали падать с небес. Бог обеспечивал их. А еще он решил испытать их и проверить, будут ли они его слушаться. Не оставляйте хлеб на ночь. Но посмотрите, что было дальше. Никто не оставляет сего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей. Бог говорит, «Я буду ежедневно заботиться о вас, поэтому не пытайтесь». Именно этому учил нас Христос в молитве «Отче наш». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Бог желает, чтобы мы ежедневно обращались к Нему за пропитанием. А когда мы оставляем на завтра, то не доверяем тому, что Бог позаботится о нас завтра. Я думаю, что это символ того, как выглядит свежесть наших отношений с Богом сегодня. У некоторых христиан новые идеи не возникали уже много лет. Бог обеспечивает каждый день, но если вы живете на вчерашней манне, то она воняет. Если вы живете в вашей первой встрече с Иисусом, которая состоялась в 73-м году и с тех пор не было ничего нового, слава Богу за ваше спасение. Но обеспечение должно быть ежедневным. Бог будет давать вам новую мечту, видение, возможность. Он хочет говорить к вам ежедневно. А если вы пытаетесь что-то приберечь, то заведутся черви. Люди, чьи отношения с Богом не свежие, становятся черствыми. Именно так. Далее мы читаем. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь. «Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей. И оно не высмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирается его, а в седьмой день суббота не будет его в этот день. Когда Бог дал им хлеб, израилетяне сказали, что это? На иврите это манна. Вот что значит слово манна. Вот что такое манна. На самом деле это был хлеб. Семя кориандра, которое на вкус было как мед. Вот как благ Бог. Он покрывал землю медом. Бог ежедневно давал пищу, и ее нельзя было хранить до завтра, кроме шестого дня, потому что Бог учил нас соблюдать этот день и почитать его. Ну, пока что все понятно. Это учит нас ежедневной зависимости от Бога. Это учит нас тому, чтобы день, который мы отделили для Бога, мы проводили в Доме Божьем. Бог желает научить нас тому, что Он каждый день рядом. Любовь Божия никогда не перестает. Его милость никогда не заканчивается. Она обновляется каждое утро. Если Бог заботился в прошлом о вас, о ваших финансах, здоровье, то Он может сделать это и сегодня. Но вам нужно хранить свежесть. Это наша с вами ответственность. Прославьте Господа за это. Это не работа вашей жены или вашего мужа, и даже не ответственность христианской школы. Я не могу сделать ваши отношения с Богом свежими. Моя дочь училась в христианской школе, но я не возлагаю эту ответственность на христианскую школу. Как родитель, я хочу сделать все, что в моих силах. Но, в конце концов, им нужно иметь личные отношения с Иисусом. Им нужно пережить личную встречу с Иисусом. И тогда, что бы ни происходило вокруг, их отношения с Иисусом будут непоколебимы. У Бога нет внуков. Мы сыновья и дочери Бога. Передавайте свою веру, но следите за тем, чтобы именно ваши отношения с Иисусом оставались живыми, энергичными, и тогда вы будете прекрасным примером для других. Слава Богу! Все мы проснулись сегодня голодными. Многие выпили кофе или стакан воды. То есть, мы знакомы с естественным чувством голода и жажды. А Иисус говорит, что Он хлеб жизни. Откройте 6 главу Евангелия от Иоанна и посмотрите 35 стих. Иисус сказал им, «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иными словами, когда Он ваш источник, вы будете наполнены и удовлетворены. Помните историю о женщине у колодца? Иисус сказал ей, «Если бы ты знала, с кем говоришь, то попросила бы у Меня пить и больше никогда не жаждала бы». Женщина, которую поймали на прелюбодеянии, искала удовлетворения в отношениях. Она искала любви и наслаждалась моментом близости, но завязывала все новые и новые отношения, потому что естественного удовлетворения ей было мало. На самом деле, она искала отношения с Богом, от которых она больше никогда не будет жаждать. Поэтому речь не только о хлебе, а о понимании того, что Иисус — это хлеб жизни. А когда Он хлеб жизни, то и источник всего. Аминь. Вы больше не ищете другие источники, потому что Его уже достаточно. В Нем есть все. Когда Он свежий в нашей жизни, то нам не нужны другие источники. Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Когда вы в последний раз слышали что-то с небес, когда в последний раз читали Библию, а слова буквально оживали, «Иисус желает быть для вас ежедневной едой». Он хочет ежедневно заботиться о вас. Скажите, когда в последний раз вы слышали Бога? Если Бог перестанет с вами говорить, то как скоро вы это заметите? Когда вы в последний раз открывали Библию, я хочу видеть свежесть в этой церкви. Она придет не от прославления и не от проповеди, а от наших отношений с Богом. Свежесть приходит, когда Бог говорит с нами каждый день, и мы не будем держаться за вчерашнюю манну. Мы хотим хорошо знать голос с небес, потому что Иисус – это хлеб жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я в восторге. Итак, Откровение, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Скажите «первая любовь». А теперь скажите «прежние дела». Он говорит «имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Иисус обращается к церкви и говорит, «Вы утратили первую любовь ко мне». Я часто это вижу. Я вижу, как люди встречают Иисуса. Их жизнь меняется, и они переживают благословение. Затем они женятся или начинают бизнес. И благодаря церкви и проповеди слова их жизнь приходит в порядок. Но затем они теряют первую любовь и забывают о том, что Бог сделал в их жизни. И теперь их жизнь больше сконцентрирована на них, чем на Боге. И их больше нет в церкви, потому что они наслаждаются всем тем, чем благословил их Бог. Они уже не служат так, как раньше, потому что оставили свою первую любовь. Иисус говорит «вам нужно вернуться к прежним делам». Иными словами, делайте то, что вы делали, когда впервые встретили Меня. Я призываю всех вас. Давайте вспомним нашу первую любовь к Иисусу. Если она поблекла и ослабела, то вам нужно вернуться к прежним делам. Новообращенные христиане первыми приходят в церковь и уходят оттуда последними. Аминь. Они не смотрят на часы. Они не критикуют свет и звук. Они видят Бога во всем. Бог говорит к ним через каждую проповедь. После каждой проповеди они говорят «такое ощущение, что вы сидели у Меня дома и слышали каждое Мое слово». Бог говорил прямо ко Мне. А некоторые люди идут домой и готовы съесть проповедника на обед. Давайте вернемся к прежним делам. Помните, когда вы только встретили Христа, то были готовы на все ради Него. Вы помните, да, как мы молились, когда верили, что Бог может ответить на все наши молитвы? Я призываю вас вернуться к свежести. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Многие люди верят в Бога, но этого недостаточно. Даже дьявол верит в Бога. Бог создал его, и Бог же выгнал его с небес. Но вопрос в том, была ли у вас личная и изменяющая жизнь встреча с Иисусом Христом. Вера в Бога – это хороший старт, но она не дает вам уверенности в том, что Бог вас любит. Бог желает говорить вашу жизнь. Он хочет строить с вами отношения, которые изменят вашу жизнь. И я хотел бы помолиться за вас, если вы не знаете Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Возможно, когда-то вы уже произносили эту молитву, но больше не живете так, как раньше. Я буду верить вместе с вами, что ваши отношения с Иисусом будут восстановлены. Библия говорит, что он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус – ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же, если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин, и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь и аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителе. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам. Сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас, Вирджиния Бич, в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы будем молиться с вами и верить, что Бог изменит вас и вашу жизнь. Пожалуйста, найдите время и свяжитесь с нами. Дайте знать, как это послание коснулось вас. Но самое главное, сообщите, что вы произнесли молитву покаяния. Пусть Бог благословит всех вас. Бог создал вас, чтобы вы влияли на других ради Его Царства. Ваше предназначение в том, чтобы помогать другим в достижении их мечтаний. Акцент лидерства Стива Келли рассказывает об основных принципах, которым он научился в личной жизни и в служении. Эта книга даст вам 10 критериев, которые помогут вам понять ваш потенциал и вести людей за собой. Вы можете заказать ее онлайн.